Ассоциация юристов России 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 Нужно к ней идти и нужно максимальным образом стараться поглощать знания и нарабатывать опыт, потому что без этого успеха не будет. Поэтому все те образовательные проекты, которые факультет предлагает, я считаю, нужно пытаться в них участвовать, нужно получать от образования все в нашем факультете. У нас были дебаты, у нас были конференции, у нас было студенческое научное общество. Я во всех этих проектах участвовал, получил огромный опыт, в том числе опыт общения с известными представителями нашей профессии. И это во многом, конечно, мне помогло в моей будущей жизни. Если бы я просто занимался чисто учебным процессом, я думаю, что это было бы неполное образование. Нужно заниматься всем, что есть. Нужно максимальным образом поглощать знания и получать дополнительный опыт. И этого девиза, я думаю, должны придерживаться все студенты, которые ставят перед собой эмбициозные цели. Все, Иван Александрович, вы сейчас замотивировали, я думаю, большую часть нашей аудитории. Студенты с начала учебного года начнут заниматься общественной жизнью. Ну и переходя к основным вопросам, расскажите вообще про ваш фонд, чем он занимается и каков ваш функциональный набор прав и обязанностей в данном фонде? Наш фонд занимается решением проблемы обманутых дольщиков на территории Республики Тарстан. То есть ни для кого не секрет, что это тема для нашей Республики была всегда актуальная. Оно и понятно, потому что всегда обманутые дольщики в большом количестве есть в тех регионах, которые являются лидерами по жилищному строительству. А в нашем регионе такой процент? Он большой? У нас он достаточно был большой, но благодаря системной работе нашего руководства, нашего президента Устана Галерьевича, конечно, у нас потихонечку это все сходит на нет. И сразу скажу, что мы поставили себе цель в 2021 год, в Республике не будет ни одного обманутого дольщика. 2021 год? 2021 год, это следующий год. В 2018 году был создан первый фонд. Вы меня представили как исполнительного директора Республиканского фонда поддержки лиц. В 2019 году мы создали еще один фонд, который называется Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. Эти два фонда, которые я возглавляю, имеют целью через разные механизмы добиться одной единственной цели. Это ввести дома и передать обманутым дольщикам свои квартиры, либо каким-то иным образом восстановить их права. Мы используем разные механизмы, потому что не все дома достраиваются, у некоторых дольщики получают денежные компенсации. А в каких ситуациях? Вы ли это определяете? То есть фонд ли определяет, получит ли человек компенсацию или же будет достроен объект? Вот как раз-таки в самом начале я сказал, что часть моей профессии занимает именно какая-то юридическая составляющая. И в самом начале своей карьеры в этой сфере руководством Республики была поставлена задача. То есть максимально эффективно восстановить права обманутых участников долевого строительства. Соответственно, мы собрали рабочую группу, изучили каждый объект, и под каждый объект разработали механизм, который позволяет и дольщика восстановить его права, и с другой стороны затратить минимальное количество государственных средств. Потому что на самом деле механизмов юридических очень много, и самое важное это найти правильный, возвратный, так называемый. В последние годы у нас концепция немного изменилась, потому что были приняты изменения в федеральный закон, и сейчас уже федеральный центр определяет государственную политику в сфере защиты прав обманутых и дольщиков. Для чего мы как раз-таки создали второй фонд. То есть это было совершенно недавно, да? Буквально год назад? Это было, да. То есть мы первые в этом проекте Татарстан? Мы вообще на самом деле везде первые, я вам скажу. Действительно, и в создании фонда мы также стали регионом-новатором. Вот мне, если честно, телефон разрывался от звонков из соседних регионов, которые просили поделиться опытом. И это продолжается и сейчас, потому что когда появляется какая-то инициатива, мы всегда первые. Вот у нас руководство республики очень активное в этом плане. Вот наш президент. И, соответственно, очень часто коллеги звонят и говорят, поделитесь, пожалуйста, опытом. Как вы сделали это? Как вы сделали то? А времени, как обычно, не хватает? А времени ни на что не хватает, да. Потому что задачи стоят амбициозные. Говорю, 21-й год без обманутых дольщиков. И мы обязательно добьемся этого. Это я вам гарантирую. Вот мы уже сейчас возобновили строительную работу на всех объектах. Абсолютно на всех объектах. Вот и фактически просто ждем их завершения. То есть достижением нашим является то, что сейчас, на сегодняшний день, определен механизм и найдены источники абсолютно по всем проблемным объектам. Наша задача сейчас привести эти механизмы в жизнь и чтобы они были доведены до логического завершения. То есть я правильно понимаю, в 21-м году, когда все будут восстановлены в своих правах, то есть все получат свои, так скажем, жилплощадь. Чем будет заниматься фонд и возможно ли это какое-то некое правовое просвещение, то есть чтобы граждане не попадали в такие ловушки? Будут ли они вообще в будущем такие риски? Нет, на самом деле, конечно, попав в эту сферу деятельности, начав изучать документы, которые нам дают дольщики, мы понимаем, что действительно очень важно заниматься правовым просвещением граждан, чтобы у нас обманутых дольщиков стало как можно меньше. К сожалению, изучив тот массив документов, которые мы увидели, мы поняли, что зачастую причиной того, что человек становится обманутым дольщиком, это отсутствие какого-то элементарного юридического анализа ситуации. Если я вам буду рассказывать истории, в которые попадали наши дольщики, я думаю, что вы просто схватите за голову и скажете, такого не может быть, а на самом деле такое может быть. Когда люди, ну, допустим, вот приведу пример проблемы, которой я занимаюсь прямо сейчас в городе Набережной Челны, когда люди покупали квартиру, которая находилась в залоге у банка, то есть и у них в договоре было написано, что квартира находится в залоге у банка. То есть не читая договора они его подписывали? Они, не читая договора, его подписывали, они его понесли на государственную регистрацию. Регистрационная палата, естественно, им отказала, потому что банк не дал согласия, и они стали обманутыми дольщиками. У меня тогда вопрос. Граждане также обращаются в наше региональное отделение за консультациями. Вы также оказываете, насколько мне известно, вот эти правовые консультации, то есть как вот не попасть в данные ситуации, может быть, с договором человек может прийти, можете проконсультировать их? Мы на базе нашего фонда в 2018 году создали Центр бесплатной юридической помощи. У нас там работают специалисты, юристы, поэтому действительно мы можем оказать такую консультацию. Если к нам придут, мы подскажем, что делать, что не делать. У нас также работает горячая линия. Да, то есть с утра до вечера у нас поступает очень много звонков от обманутых дольщиков, так и просто от людей, которые боятся стать обманутыми дольщиками. И мы стараемся действительно им подсказать, что можно делать, что нельзя делать. Потому что бывают ситуации, когда все-таки дольщикам лучше отказаться от приобретения той или иной квартиры по причине существования рисков. То есть вы заранее оцениваете риски? Конечно, да. И, возможно, опять-таки здесь мне мое юридическое образование очень сильно помогло. Потому что я могу, проанализировав документы, сказать, во что можно вкладываться, во что лучше, конечно, не вкладываться, чтобы не стать в результате обманутым дольщиком. А как правильно тогда выбрать, может быть, какие-то есть типовые советы, как быть необманутым при приобретении жилья? Типовых советов скорее всего нет. Как застройщиков выбрать? Вот есть куча у нас застройщиков, да, в Татарстане, в частности. На что смотреть, на что акцентировать внимание? Если мы говорим про сегодняшний день, так скажем, про выбор застройщика, про выбор дома, где можно купить квартиру, типовых таких советов нет, на самом деле. Потому что даже, ну, беря вот опыт, который у нас есть, мы понимаем, что у всех дольщиков совершенно разные ситуации. То есть берем один дом, берем второй дом, третий, везде абсолютно разные, по-разному. Поэтому, наверное, типовой мой совет может быть единый. Это нужно потратить там 3 тысячи рублей и сходить на консультацию к юристу, в первую очередь. Ну, либо к нам. Да, ну, то есть у вас это совершенно бесплатно, я правильно понимаю? Либо к нам, да. Вот, поэтому, если вы хотите приобрести квартиру сейчас в строящемся доме, то нужно начать, а, с анализа застройщика, с анализа его опыта, и, естественно, с анализа тех документов, которые он предлагает заключить. Вот это обычная юридическая работа, которая поможет не стать обманутым дольщиком. То есть в любом случае надо идти все-таки к юристу, получить грамотную консультацию, чтобы все-таки совершить такую сделку. Причем суммы ведь сопоставимые. Суммы огромные. Да, колоссальные. Если честно, я готов сказать, что к юристу нужно идти по любому вопросу. Потому что вокруг бывают такие ситуации, когда все-таки вовремя оказана юридическая помощь, может помочь избавиться от будущих проблем. Это как у врачей. Часто же юристов и врачей сравнивают. Если вы заранее увидите какую-то болезнь, лучше и раньше вылечить. На первом этапе. Здесь то же самое. И опять-таки, если бы 99% наших дольщиков, да ладно, скажу 100% наших дольщиков, пошли на юридическую консультацию, а они бы не стали обманутыми дольщиками. Потому что те договоры, которые они заключали по большей своей части, я бы никогда не рискнул такие заключить. Ну, имея соответствующее профильное образование и опыт определенный, я бы как юрист никогда бы не дал консультацию. Я думаю, теперь наши граждане будут знать, на что стоит акцентировать внимание. И вот так же к нам в парад поступает ряд вопросов. Некоторые из них я бы хотел так же обзвучить. Вопрос. Какие действия необходимо предпринять, чтобы дом пострадавшего дольщика попал в республиканский план график? То есть, я так понимаю, ваш фонд. И как оценивается, на каком этапе? Действительно, наш фонд работает только с теми проблемными объектами, которые включены в республиканский план график. Но у нас в недавнем времени поменялся закон. И у нас сейчас на федеральном уровне действует так называемый единый реестр проблемных объектов. Я вот здесь небольшой экскурс делаю. Вообще в сфере жилищного строительства работает единая информационная система жилищного строительства, куда залита информация о всех застройщиках, о всех домах, о всех практически договорах долевого участия, которые заключаются по этим объектам. И это все находится в открытом доступе. Мы заключаем договор долевого участия. Вот, соответственно, можно зайти, посмотреть, проанализировать, все это увидеть. Вот, и эта система автоматически включает объект в реестр проблемных при наличии одного из трех условий, которые указаны в законе. Первое условие – это признание застройщика банкротом в открытии конкурсного производства. Второе – это нарушение сроков передачи квартиры участнику долевого строительства. А какие это сроки примерно? То есть месяц, два, год? Шесть месяцев, шесть месяцев, да, шесть месяцев. Соответственно, если застройщик, когда заливает эту информацию в единую информационную систему, она ее фиксирует, и если идет противоречие между сроком передачи и тем сроком, который там указан, автоматически объект включается в единый реестр проблемных объектов. То есть это уже некий сигнал, что, возможно, есть проблемы на этом объекте? Это не сигнал, это просто маяк какой-то красный, который звенит. Красный план. Тревога, тревога. И потом республиканский план-график, он уже подстраивается под этот единый реестр проблемных объектов. И автоматически все дома спускаются к нам, и мы начинаем думать, что с ними делать. Вот по итогам 2019 года у нас только два объекта включились в этот единый реестр. И, в принципе, по двум уже есть решение. Мы надеемся, что больше этого не будет, но, к сожалению, бывают случаи, когда застройщики все-таки не справляются со своей обязанностью достроить дом. Это сроки, которые указаны в договоре. Сейчас у нас идет масштабная реформа, связанная с переходом на эскроу-счета. И мы ожидаем, что, наверное, в течение двух-трех лет мелкие, скажем, застройщики, они рынок покинут, и останутся только крупные застройщики, которые будут работать напрямую с крупными банками, которые включены в соответствующий реестр Банка России. Банк России ведет реестр тех банков, которые имеют право работать с поиском ручей там. То есть он ограничен, да? Да, и, соответственно, после этого, я думаю, что такой проблемы, как обманутый дольщик, больше не будет. То есть на первичном этапе данный вопрос будет решен, и проблем данных не будет, правильно? Да, эта проблема копилась. Десятилетия. Десятилетия, долгие годы, были обращения к руководству России. И вот Владимир Владимирович Путин в 2018 году, когда у нас было здесь заседание у Госсовета, вот он тогда дал принципиальное поручение, что нужно, наконец-то, уже этот вопрос решить. Да, закрыть можно. Нужно этот вопрос решить, и после этого у нас пошла реформа. Как вообще нам избавиться от такого понятия, как обманутый дольщик? Интересно. Еще был вопрос, мы начали обсуждать по поводу компенсации, вот тут был вопрос следующего характера. Если застройщика признают банкротом, а пострадавший дольщик не хочет ждать этой квартиры, может ли он забрать деньги? И второй вопрос, не получится ли так, что застройщик банкрот, а дольщик без денег и без квартиры? Это бывает обычно. Я вас понял. Смотрите, здесь нужно четко разделить два понятия. То есть я вам сейчас рассказывал про реформу, которая ведется в отношении того, что все договоры долевого участия будут сейчас заключаться через скроу-счета. Что такое скроу-счет? Это когда дольщик приносит деньги не застройщику, а приносит деньги в банках. Эти деньги лежат на банковском счете, пока застройщик не получит документы, называя акт о вводе дома в эксплуатацию. Только после этого скроу-счета открываются, и застройщик может эти деньги забрать. То есть он строит за свой счет? Он строит либо за свой счет, либо за счет привлечения банковских кредитов. Так называемое проектное финансирование. Соответственно, если участник долевого строительства заключил договор с использованием скроу-счетов, то после того, как его застройщика признают банкротом, он имеет право в одностороннем порядке договора острокнуть, пойти в банк и забрать свои деньги обратно. Но реформа пока еще идет, и у нас есть огромное количество домов, которые пока еще достраиваются по старым правилам. И, соответственно, там уже так не получится. Там необходимо смотреть по ситуации, и, к сожалению, по большей части, если дольщик захочет вернуть деньги, он не сможет это сделать. Есть у нас ряд домов, которые строились, так скажем, при поддержке страховых компаний. То есть в отношении каждого договора долевого участия заключался договор страхования. Но, так скажем, этот механизм был не настолько развит. И, к сожалению, показал свою неэффективность. Большая часть страховых компаний, которые страховали договор долевого участия, оказались сами банкротами. И у нас по итогам оказалось буквально две организации, которые имели право сделать страховые выплаты. И если дольщику повезло, допустим, и его договор был застрахован в организации, которая еще работает, действует и не признана банкротом страховая организация, он имеет право на получение возмещения. Но зачастую, вот дольщики, с кем мы работаем, конечно, компенсация мало кому нужна. Все хотят жилье. Ну, понятно, да, это самый насущный вопрос. Все хотят жилье. И есть третья группа, то есть это дома, в отношении которых не было ни из кровощитов, в отношении которых не было договоров страхования. Вот, к сожалению, это, ну, самый сложный случай, это наш клиент, так скажем. Они приходят в фонд и говорят, где мне взять деньги, где мне взять свою квартиру. И мы думаем, как их спасти. Интересно. У меня еще такой вопрос. Есть ли вообще у нас в Татарстане, может быть, дома, которые уже построены по данной программе, по экскроущитам? По экскроущитам сейчас строится порядка 50% всех домов республики Татарстан. У нас раз в две недели проводится совещание по экскроущитам у президента нашей республики. Вот, и там, соответственно, докладывает министр о том, что постоянно идет рост домов, которые строятся по экскроущитам. Сейчас цифра порядка 50%. Вот, и, соответственно, в 2018 году началась эта реформа, и первая организация, которая заключила договор проектно финансированный с пользой скроущитов, это была компания «Унистрой». Вот, и буквально, наверное, полгода назад она вела первый дом по этой программе. То есть, уже граждане получили свои долгожданные квартиры? Да, они получили свои квартиры, то есть, их денежные средства лежали на экскроущите. Это дом, кстати, в ЖК «Арт-Сити», вот на Октябрьском городке. Вот это у нас считается первым домом, который пошел именно по этой программе. Насколько мне известно, буквально по пальцам одной руки можно пересчитать с данной дома. Ну, пока, да, программа новая, поэтому... Да, потому что обязанность работать по экскроущитам появилась только после 1 июля 2019 года. Обязанность именно. То есть, после 1 июля 2019 года все у нас дома строятся... Буквально один год еще только. Да, поэтому большая часть все-таки находится еще в стадии стройки. А те оставшиеся 50% — это как раз-таки старые проекты, которые достраиваются по ранее действующим правилам, и которые потенциально могут стать нашими клиентами. Вот и наша задача, о которой неоднократно говорил президент нашей республики, чтобы вот этот вот 50%, во-первых, постоянно уменьшалось, и эти 50% не превратились в наших клиентов. Ну, понятно, да. Логично. Мы надеемся, что такого не будет, потому что все-таки у нас такая идет хорошая работа с застройщиками. И если возникают какие-то проблемы, если возникает, так скажем, понимание того, что застройщик может не справиться, опять-таки его направляют к нам. Вот у нас был такой очень хороший кейс в городе Нижнекамске. Вот был застройщик, который потенциально мог стать банкротом. То есть в отношении него уже подали иск о признании банкротом. Уже даже было первое заседание. Вот, соответственно, поступило поручение прогнозировать ситуацию. Мы посмотрели, узнали, в чем проблема. Проблема там была чисто юридического характера. Вот мы смогли ее решить. И вот буквально в субботу я встречался с этим застройщиком. Он сказал, все, спасибо, все нормально. Он продолжил стройку. Все хорошо. Обманутые дольщики в Нижнекамске у нас не появились новые. То есть я правильно понимаю, Иван Александрович, подводя итог, что сейчас на таком переходном этапе, если у жителей есть вопрос, то лучше обратиться к юристу или непосредственно к вам за консультацией при приобретении жилья. И после 2021 года у нас, к счастью, не будут таких граждан, которые могут быть обмануты застройщиком. А к концу 2021 года у нас не должно быть обманутых дольщиков. Действительно, мы везде об этом заявляем, мы везде об этом говорим. Это наша основная задача. Если появятся новые объекты, мы будем ставить при собой задачу максимально короткие сроки все-таки с ними разобраться. навести в эксплуатацию, либо каким-то иным образом восстановить права обманутых дольщиков в этом доме. Но пока все, что есть у нас, везде найдено решение, везде найдены источники, процесс запущен. И в скором времени дольщики смогут въехать в свои долгожданные квартиры. Все-таки, если смотреть на нашу работу, то большая часть домов все-таки достраивается. У нас буквально есть 2-3 дома, по которым было принято другое решение. У нас в одном доме в городе Набережные Челны вместо квартир в проблемном объекте они получают квартиры. В другом доме у нас был дом, который был продан с торгов, где инвестор будет также с ним заключать иные договоры. И у нас еще есть несколько домов, где мы применяли другие источники. Не другие источники, а другие формы поддержки. В основном это, конечно, достройка. По большей части. И сейчас у нас получается по городу Казани, если не ошибаюсь, 11 проблемных объектов, именно в едином реестре проблемных объектов. Там только один дом, который идет по другой схеме. Все остальные именно идут по достройке. Единый реестр проблемных объектов ведется на федеральном уровне. И наша задача объекты оттуда постепенно исключать. Есть определенные сложности, связанные с тем, что федеральный закон о для его участия не совсем корректно написан с моей точки зрения, как юриста. И исключать проблемные объекты из этого единого реестра не всегда оказывается простым делом. Вот зачастую нам приходится общаться с нашими московскими коллегами, объяснять им ситуацию и говорить, что мы применили иной механизм, и там дольщиков нет. Они говорят, ну дом же не сдан. Я говорю, он не сдан, но дольщиков там нет. Все вопросы мы смогли урегулировать, предоставили им жилье в другом доме, там выплатили компенсацию, либо что-то еще. То есть в любом случае вопрос был решен. Вопрос был решен, да. Ну, на этом я предлагаю завершить. Иван Александрович, спасибо вам за столь интересное выступление. Я думаю, многие наши граждане возьмут на заметку, все ваши советы им пригодятся в жизни. Ну и думаю, что проблем обманутых дольщиков действительно будет решен, и все будут счастливы. Ну а мы, уважаемые телезрители, встретимся с вами в следующей телепередаче. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.